Каждый человек в жизни принимает решения. Когда мы принимаем решения, мы принимаем их на основании каких-то догадок. Для того, чтобы понять, что мы будем делать завтра, нам надо решить, будет дождь или не будет, сколько будет стоить та или иная валюта, какие будут возможности купить ту или иную вещь, появится она в продаже или нет. Это на уровне обычного отдельного человека. У государств, у отраслей, университетов такие же задачи, только это задачи про то, куда будет производиться промышленность, какие могут быть конфликты, как будет увеличиваться или уменьшаться продолжительность жизни. Вы можете принимать решения, когда вы не смотрите вообще на эти факторы, от балды. Очень часто в государстве и в нашем государстве решения так и принимаются. А можно, понимая и оценивая долгосрочные тренды, понимая, какие есть возможности, какие есть риски. Вот это то, что отличает форсайт. Дальше есть прогнозы. Прогнозы – это когда эксперт говорит, будет так. За прогноз он не отвечает. Это его предвидение, предсказание. В этом смысле эксперт ничем не отличается от шамана, например, или от фантаста. А форсайт – это когда люди, у которых есть потенциал изменения будущего, то есть люди, которые могут принимать решения, они обсуждают эти долгосрочные тренды и договариваются по поводу будущего. Они договариваются, что у них общее видение, что картина будущего у них похожая, и они будут дальше действовать синхронно с целью достижения этого будущего. Ну, то есть, например, как это выглядит в государственной политике. Подположим, вам надо совершить какое-то изменение в какой-то сфере социальной. У вас есть два пути. Первый путь, которым до сих пор мы в нашем государстве работаем, какая-то группа пишет какой-то документ, отправляет его на согласование в какое-то ведомство. Другое ведомство получает этот документ. Люди встречаются на совещаниях, спорят, расходятся, документ еще уходит куда-то. И вот это вот потом в итоге получается, как в анекдоте, не Мерседес, а Жигули, не синий, а красный, и не выиграл, а проиграл. Это примерно как это происходит. Форсайт по-другому. Форсайт по-другому, это когда люди собираются вместе, те, от кого это зависит. Собираются люди, которые могут быть потенциальными союзниками этого. А вместе, что называется, запираются, да, и работают по специальным технологиям, на формирование общего образа будущего. Снимая противоречия, договариваясь о каких-то компромиссах. В итоге у них получается какая-то карта будущего, которую они принимают. И дальше, даже если это не документы, может вообще никакого документа не появиться, но после этого они расходятся и работают в своей сфере. Один, как журналист популярной газеты, другой, как ведущий телеканала, третий, как лицо принимающего решения в министерстве, четвертый, как человек, который отвечает за законодательную работу в этом направлении в Государственной Думе. И они складывают из себя такое сообщество, которое вместе работает над достижением целей, о которых они договорились. Вот это форсайт. У нас второй год проходят такие мероприятия, которые придумала агентство стратегических инициатив. В том году это был форсайт-пароход. Он оказался достаточно успешен, и мы быстро поняли, что там 250 человек уже не влезают. То есть желающих работать с нами вот именно в этом формате, который я рассказал, было значительно больше. И поэтому пришлось увеличить до двух. То есть уже до 500 человек. 500 человек, которые уплывают из обыденности, уплывают из документов, которые у них выражены, от звонков своих секретарей, помощников, делопроизводителей, отрываются от текучки и могут по-настоящему системно посмотреть вперед. И в течение 7 дней на двух проходах 500 человек буквально там с 7 утра до 2 ночи работают, договариваясь по поводу будущего. Вот мы, собственно говоря, видим два парохода в этом году, которые работают над этой целью. Ну, о результатах можно сказать хотя бы, что у нас есть уже приложение еще на два, соответственно, корабля в следующем году, которые люди готовы организовать, вложить собственные деньги, привезти собственных лидеров. Люди понимают, как работает эта технология, хотят ее расширять. Поэтому мы уже побаиваемся этот форсайт флот, он очень стремительно растет.